Встать! Суд идет! Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Здравствуйте! Альнур Ильяшев, гражданский активист в городе Алматы. Расскажите, пожалуйста, про этот суд, про дело, про, допустим, ваши претензии, то, что я слышал, что именно запрет митингов, да, вот вы хотели провести митинг поподробнее. Ну, вообще история проста, учитывая то, что, к сожалению, в прошлом году в июле произошло трагическое событие, гибель Дениса Тенна. Для меня это стало таким знаковым событием, то, что это демонстрация того, что система нас на такой степени нашла, что вот идет уже, так скажем, вот ее неэффективность привела к таким последствиям, да, и вот, к сожалению, оно оказалось не последнее. Вот недавно гибель пятерых дочерей Ситер тоже, я в эту категорию отношу, да, события наши, которые текущие, да, там, реальности казахстанской. Учитывая то, что за этим всем стоят системные проблемы нашего общества, вынуждены были, там, учитывая то, что соответствующая гражданская активность в обществе произошла, там, вот, в соцсетях стал вопрос о проведении реформ необходимости Министерства внутренних дел. Там, там, были поданы заявления в регионах на проведение митингов соответствующих. После того, как стало ясно, что там будут отказывать, я, вот, будущий юрист, воспользовался своим опытом, знаниями и подал одновременно сразу на 32 дня подряд проведение митинга с 9 утра до 18.00. И вот, власть, чтобы этот митинг не состоялся, они просто взяли, провели там ремонт, организовали, якобы ремонт. На самом деле, там, необходимости в этом не было, там, на территории за сквером Сарарка, за кинотеатром Сарарка, вот, выкопали яму, которая послужила формальным основанием для отказа в проведении этого митинга. Все. Учитывая то, что там определенная дискриминация была, у нас сейчас, в текущий момент, второй процесс уже идет, Акимат до этого провел уже при этой раскопанной яме собственное мероприятие, это было Аойзовским Акиматом, день спорта с участием детей, школьников, воскресный день, это был 4 августа, если память не изменяет. И вот, когда стало очевидно, что для власти эти мероприятия возможны, а простым гражданам, когда у них есть желание высказать свое мнение, собраться, сконсолидироваться, какую-то резолюцию огласить, в этом делались препятствия, соответствующие. Подали в суд судебном порядке против Акимата, который отказывал в проведении митинга, разрешения не дал, потому что все было с соблюдением закона выполнено, все процедуры. Суд нам отказал, и отказал, ссылаясь. Единственное основание, которое у них было, это то, что есть решение Маслихата города Алматы 2005 года, в котором рекомендуется проведение негосударственных общественно-политических мероприятий именно только за одно место в городе, это за Кисхер, за кинотеатром Сарарка. Все. Бустандийский суд на этом основании отказал, мы подали апелляцию, и вот в процессе того, как стало ясно, вот эта ссылка, мы решили дополнительно еще на Маслихат, коль решение оно на самом деле, опять-таки, нарушает и Конституцию, ограничивая граждан в этом праве на мирные митинги, и международные договора, соглашение, которое Казахстан ратифицировал, есть факт о гражданских правах. И как потом в последствии выяснилось, еще и было нарушение процедуры регистрации. Данное решение Маслихата, оно не прошло регистрацию в органах юстиции. Я соответствующую справку получил, это было уже в декабре месяце, апелляцию мы проиграли, и вот запустили этот иск, и в ходе как раз сейчас этого иска выясняется, что Маслихат считает, что это решение не подлежало в их понимании регистрации, хотя, согласно закону о нормативно-правых актах, оно обязательно должно было проходить. Это единственное условие для того, чтобы оно вступило в силу. Учитывая то, что они оказались вилки, в патовой ситуации для себя, они не нашли ничего лучше, как сказать, что этот документ не носит общий обязательный характер. Просто рекомендация. И сейчас вот мы в качестве третьего лица пригласили Акиман города Алматы, пусть они тогда объяснят, почему они ранее делали ссылку на это решение Маслихата. Сейчас выясняется, что, кажется, это не обязательно для них документ, а просто это рекомендация. Они, и представители Маслихата, они прямо в процессе заявляли, есть видео соответствующее, там, в фейсбуке размещено, о том, что это не обязательно. Данное место только лишь рекомендуется и не является обязательным, что в принципе можно в любом другом месте при соответствующих обстоятельствах, может быть, проведем митинг по городу Алматы. Вот сейчас будем смотреть позицию. А вот сегодня, получается, отложили, да, Реша, слушали? Да, отложили. Сегодня мы ожидали, что должен будет Акиман, как третье лицо, предоставить соответствующий отзыв и вот эту, разъяснить коллизию, как это вот противоречие возникло. Маслихат, на который они ссылаются, говорит, что они это не обязывают своим решением, просто рекомендация, а они, в свою очередь, своими отказами постоянно ссылаются на это решение. Средизм должно вот это. А на какой день отложили? Пока точно не ясно. Ориентировочно завтра в 16.30, либо послезавтра в 17.00. Но это будет дополнительно сообщать, это еще не точно.